Друзья мои, я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет таким околовязальным. Я, конечно же, сначала расскажу вам о том, что я сейчас вяжу. Ну, а потом немного с вами поболтаем. Я отвечу на вопрос зрительницы. Кратко расскажу о прочитанном. Чуть-чуть поворчу, как обычно. Ну, в общем, такой стандартный вязальный влог на моем канале. И кому интересно, поехали! Значит, давайте начнем с вязания. В одном из предыдущих видео я говорила вам, что хочу в этом сезоне повязать какие-то летние топы из полухлопковой пряжи, которой у меня в запасах скопилось достаточное количество. И да, я приступила к вязанию летних топов. И первый топ, который я начала вязать, так же, как и было заявлено в этом видео, из турецкой пряжи Yernart Jeans. Вот что у меня сейчас на данный момент получается. Вот такой топ с укороченным рукавом, круглым вырезом горловины. Вяжется сверху вниз регланом. Лицевая гладь на передней части и спинке до середины. Внизу узор, и этот узор повторяется на рукаве. С этим узором я вас уже знакомила в одном из предыдущих видео, где выбирала как раз узоры для летних топов из хлопковой пряжи. Здесь тоже идет красивая регланная линия, простая на самом деле из четырех петель. Ссылки и на видео по регланной линии, и по узорам я, конечно же, как обычно, оставляю вам в описании к видео. Так, ну что вам еще сказать. Вяжу я на спицах 3,5 миллиметра. По пряже, этикеточка вот такая вот, 50 граммов, 160 метров. Оттенок, без очков я не вижу, простите. Так, оттенок 68, 55% хлопка и 45% полиакрил. Правильно? Да, полиакрил. Спицы здесь как раз рекомендованы 3,5 миллиметра. Ну, собственно, я на них и вижу. Ну, так, значит, что сказать по пряже? Пряже я, ну, недовольна. В общем, мне она не нравится. Но это бюджетная хлопковая пряжа, и там понятно, что, в общем... Ну, я же вяжу из всякой ерунды, да, из плохой пряжи, поэтому не буду отступать от своих традиций. Но пряж действительно не очень. Встречаются противоречивые отзывы на эту пряжу, на самом деле. Но я думаю, что у тех, кому она нравится, безусловно, на первом месте, наверное, все-таки это цена. Пряжа недорогая, и относительно своей стоимости, она уже не кажется такой плохой. Ну, то есть, соотношение, да, цены и качества. Но, в общем, мне не нравится здесь лицевая гладь, она неравномерная. Получается, и стоит только задуматься, знаете, ослабить натяжение нити, и как тут же начинают прыгать лицевые петли, вот эти вот, они получаются неравномерные, не одинаковые. Хотя я стараюсь за этим следить. Но, видите, бывают прокольчики. Я не знаю, уйдет ли это при стирке. Я надеюсь, конечно же, что уйдет. Но я настолько тщательно слежу за этим натяжением нити, что пришлось мне делать перерыв в вязании, потому что я, ну, в общем, запястье что-то у меня начало болеть от такого напряженного труда. Резинка здесь тоже... У меня не получилась резиночка одна лицевая, одна изнаночная. Я хотела ее пустить по краю выреза горловины в качестве планки, в дальнейшем повторить ее по краю рукавов и внизу на изделии. Не получилось у меня резинка. Ну, вообще, резинка из хлопковой пряжи и полухлопковой мне не очень нравится в изделиях, поэтому тут я не была удивлена, честно говоря. Осталось вязать здесь мне немного. Осталось мне, наверное, сантиметров максимум 15. Значит, спрашиваете у меня постоянно в видео, сразу отвечаю. Сразу точнее говорю. Вяжу я на размер 42-44. Это размер российский. Ну, и, соответственно, пряжа уходит на меня немного. У меня в запасах вот этой пряжи Yernart Jeans 6 мотков. Это получается 300 граммов пряжи. А хочется мне уложиться с этим топом в 200 граммов пряжи. Почему? Потому что это у меня как бы, как я их называю, пробник. Это пробник. Это не значит, что я свяжу и выброшу, нет. Но это пробник. По расчетам к этому топу я буду вязать следующий топ из пряжи... Этикетка слетела. Из пряжи Cotton Merino от Drops. Эта пряжа чуть потолще. Здесь 110 метров в 50 граммах. По составу здесь хлопок с мериносовой шерстью. Вот такого красивого нежно-голубого оттенка. И вот этой пряжи у меня всего 200 граммов. И я хочу быть уверена в том, что этой пряжи мне хватит на такой же топ. Единственное отличие будет, все-таки я хочу резиночку пустить по краю выреза горловины. И узор будет немного другой. А так, в принципе, наверное, будет все то же самое. Также будет частично лицевая гладь на передней части и спинке. Внизу узор, который будет повторяться на рукавах. Также сверху вниз регланом. Но только резиночка. И здесь я уже связала... Здесь у меня уже три мотка пряжи ушло. Хоть у меня есть запас по этой пряже, но ложиться мне надо в четыре мотка всего лишь. Так что вот этот пробник я довяжу скоро. И приступлю уже к следующей модели топа. Руководствуясь вот расчетами. И, я не знаю, может быть, регланную литню какую-то другую я найду или придумаю. Ну, в общем, что-то такое будет. А так будет похожий топ. В общем, как и решила, хочу избавиться от запасов своей полухлопковой пряжи. Для того, чтобы освободить коробочки. Для того, чтобы потом, ну, может быть, уже там летом заполнить их какой-то новой пряжей. Ну, по ощущениям, конечно, это такая пряжа действительно бюджетная. Она, ну, не знаю, в общем, она не грубая, там, не бумажная никакая. Но понятно, что это такой бюджетный хлопок. Что будет после истирки, не знаю. Что будет в процессе носки, тоже не знаю. Читайте отзывы в интернете, их полно на эту пряжу. Составляйте свое мнение, нужна вам она или не нужна. Ну, в общем, цвет красивый. Я думаю, что относить сезон или два вполне можно. Изделие, связанное из вот этой пряжи. Попросили меня еще затронуть такую тему по поводу того, что блогеры не только рекламируют пряжу, но они еще и вяжут очень много. Ну, некоторые из этих блогеров, да, не все. И вот у моей зрительницы возник, ну, такой, в общем, где-то, я не знаю, там, это комплекс или недовольство собой по поводу того, что она в таком количестве не вяжет, не успевает. То есть, хотя, вот честно, когда она написала, что в месяц она вяжет один свитер и две шапки, я подумала, какая молодец, потому что для меня и такое количество вязаных вещей – это очень много. Ну, так, чтобы каждый месяц вязать, при условии, что у нее-то YouTube-канала нет, а у меня есть. А кто-то, кого она смотрит, вяжет очень много вязаных изделий, при этом говорят, что они еще и успевают работать, ну, еще какая-то у нас жизнь, да, там, дом, семья и так далее. И вот как избавиться от этого ощущения своей, ну, неполноценности, да, по поводу того, что другие успевают, а ты – нет. Но, знаете, вот этот вот вопрос, он, опять же, не требует особо подробного разъяснения, потому что сколько можно уже говорить о том, что мы все разные, да, и у каждого свои способности, у каждого свои обстоятельства, о которых мы не знаем, о которых нам не рассказывают. А нужно еще понимать, что ведь, ну, на YouTube-каналах вам вообще не все рассказывают, да, вам рассказывают и показывают процентов 10 от того, что вообще на самом деле за всем за этим стоит. Это не значит, что вас обманывают, это просто означает, что не нужно уж так прям доверять той информации, которую вы получаете с экрана. Но, понимаете, вот у меня складывается впечатление, что, невзирая на то, что возрастная категория моих зрителей – это люди от 45 до 65 лет, это мне YouTube-статистика показывает, да, аналитика, а невзирая на это у людей нет понимания вот таких вот элементарных вещей. Меня это удивляет, потому что, ну, я ведь не говорю вам ничего сверхъестественного, никаких открытий вам не делаю, все, что нужно понимать – это то, что мы разные. Ну, меня удивляет то, что некоторые не осознают вот этих вещей. Я никого не осуждаю за это, потому что мы, опять же, мы все разные, да, кто-то понимает, кто-то нет. Но вот я считаю, что это все вот родом из детства идет. Это вот, знаете, когда маленьким детям говорят, ну, мне кажется, сейчас немножко поменялись взгляды на воспитание детей, а вот в моем детстве, да, маленьким детям точно родители всегда говорили. Ну, во-первых, это сравнивали они всегда нас, да, с какими-то другими хорошими детьми, которым там что-то покупали, а тебе вот нет, потому что Вася ведет себя хорошо, а ты не очень, поэтому Васи купили, а ты нет. Вот будешь как Вася, и тебе купят. Ну, вот какие-то такие вот сравнения постоянно детей с другими, и нам, и поэтому мы выросли вот с таким вот комплексом жизни, оглядки на других людей. То есть нам кажется, что мы должны отвечать каким-то представлениям других людей о себе, невзирая на то, что нас никто не знает, но тем не менее вот надо быть как все, не хуже и лучше. Это вот то, например, как меня воспитывали родители, то есть помимо того, что меня постоянно сравнивали с другими детьми, мне еще все время говорили, что вот ты сделала хорошо, но могла бы сделать лучше. И до определенного момента я росла вот с комплексом, что я все делаю плохо. Что бы я ни делала, я делала плохо, как мне казалось. И была проведена огромная работа над собой уже во взрослом возрасте, чтобы избавиться от вот этой тревожности, комплекса неполноценности. Поэтому, ну, проанализируйте немножечко. Поймите, то, что вы смотрите на YouTube-каналах, то, какое количество вяжут блогеры изделий, означает ли, что и вам такое количество вещей надо вязать? Вообще вам это нужно вязать в таком количестве? Свитеры, джемперы, шапки. Вы в каком-то, может быть, соревновании участвуете. А если не участвуете, то зачем вам за кем-то гнаться? Зачем вам на кого-то ориентироваться? Думайте о том, что делаете вы. Вот я сейчас вяжу всего лишь один топ. А по-хорошему, вот так вот, да, как блогеру на YouTube, мне показывать вам нечего. Вот нечего. А вам нужно еще понимать, что наиболее просматриваемые видео на YouTube, это как раз и есть видео о готовых работах. И для того, чтобы не потерять, чтобы рейтинг вашего канала, нашего канала, моего канала, например, не просел, мне нужно как можно больше снимать видео на тему, которая лучше всего просматривается зрителями. Как я уже сказала, это видео о готовых работах. Соответственно, чем больше у меня готовых работ, чем чаще я снимаю подобные видео, тем лучше у меня, выше просмотры, тем выше поднимается видео в рейтинге относительно других видео на других каналах. Поскольку любой нормальный блогер на YouTube, неважно, какую тему он снимает, он в первую очередь заинтересован в просмотрах, это его доход, соответственно, нужно больше вязать. Это очень тяжело, это выматывает абсолютно. Потом такое количество вещей не нужно, только если ты не вяжешь на продажу и на заказ. Тут приходится как-то изгаляться. Но те, кто стараются больше вязать, вы поймите, что... Я не говорю о том, что они это все вяжут в шкаф. Они, вероятно, носят, у них большая семья, и они всех там одевают в свои вязанные вещи. Что-то, может быть, продают, вяжут кому-то на заказ. Но вот они просто вот таким образом себя подстегивают. Вот это, может быть, вас немножко как-то притормозит в том, чтобы вы не сравнивали себя с теми, кого вы увидите на экранах своих там... На чем вы там YouTube смотрите? На телефонах, телевизорах или ноутбуках. Некоторые зрители заметили, что я очень люблю броши. Это действительно так. И я люблю украшать брошами именно свои вязанные изделия. Я вообще считаю, что брошки очень подходят именно к вещам, связанным вручную. И я вот тут вот вам положила такую небольшую часть коллекции. Ну, в общем, я не могу, конечно, сказать, что это коллекция брошей. Но, тем не менее, части своей коллекции брошек, которые я очень люблю, часто их ношу, это все брошки, это бижутерия. Ну, тут парочка только, может быть, есть у меня с такими полудрагоценными камушками. Действительно, очень их люблю, периодически пополняю и вообще ловлю себя уже на мысли о том, что когда вяжу то или иное изделие, то думаю о том, есть ли у меня брошка, подходящая к этой вещи, или придется что-то купить. Но я в этом вот кусочке видео хотела вам рассказать историю вот этой броши. У меня есть вот такая вот царевна-лягушка. И мне ее подарили. Без всякого намека, сразу говорю, потому что люди, которые мне подарили эту брошь, очень хорошо ко мне относятся. Но когда вот я ее получила, я никак не могла смириться с тем, что у меня теперь есть эта брошь. Ну, не понравилась мне эта лягушка. Ну, посмотрите на ее лицо, эти глаза какие-то страшные, этот рот. Вот, дело даже не в том, что она вся в таких вот пупырочках, а именно вот ее мордаха меня смутила. И я никак не могла понять, с чем мне ее носить, и вообще хочу ли я ее носить, потому что именно ее вот эта вот мордочка меня смущала. Но сейчас вам расскажу историю о том, что же меня примирило с наличием этой броши, и почему я ее теперь так трепетно люблю. В комментариях иногда встречаются люди, которые пытаются тебе вынести оценку относительно твоего характера, не зная тебя. Такие комментаторы встречаются крайне редко на моем канале, но тем не менее они присутствуют. И чего только мне про меня не писали. И надменная я, и высокомерная, и холодная, и скучная, и мягко стелит жестко спать. Это только из того, что я вспомнила. Даже писали, что я злая. Я, честно вам скажу, на эти комментарии не обижаюсь, тем более, что часть из них, в общем-то, в точку, что называется. Я никогда не говорила, что я идеальная, милая, такая белая и пушистая. Так что во многом они правы. Тем более, что и в жизни мне встречались люди, которые мне такие характеристики выносили. Так что тут без обид. И вот в очередной раз я достаю эту брошь из вот этой своей шкатулочки, и смотрю на нее и думаю, ну, с чем же мне тебя носить? На что же мне тебя приколоть? Да и вообще, что ж ты такая вся страшненькая? И тут меня осеняет, что это я. Ну, посмотрите на это лицо, посмотрите на эту мордочку. Ну, это же ведь надменная, холодная, скучная, высокомерная жаба. Да еще же у нее и корона на голове до небес. И вот как только я поняла, что по некоторым характеристикам отдельных людей это я, ну, то есть внешнее описание этой лягушки очень хорошо подходит к тому описанию, которое мне пытаются дать в комментариях, да, люди незнакомые, то я сразу поняла, что да, действительно, это я, в общем-то, это в точку. И теперь я полюбила эту брошь, полюбила эту жабу с короной до небес, как-то с ней сроднилась, и люблю ее прикалывать к своим вещам, и ношу ее с огромным удовольствием. Так что вот познакомила вас с небольшой частью своей коллекции, и, возможно, буду ее пополнять, и вы будете видеть эти броши на моих изделиях. И, кстати, еще хочу поблагодарить вас за комплименты в адрес моего маникюра. Я передала мастеру все ваши теплые слова. Я не делаю маникюр специально под пряжу или тоже под какие-то изделия, в отличие от брошей. И тем более, как мне писали, не делаю маникюр специально, чтобы его показать в кадре. Я делаю маникюр просто потому, что я модель, на мне учится один хороший человек. Поэтому маникюры бывают у меня разные. Ну, в общем, на мой взгляд, очень часто действительно маникюр у меня подходит под ту или иную пряжу, которую я вам демонстрирую в своих видео. Ну, а так вот у меня тут есть некоторые еще вот этого скоробея. Я очень люблю. Он, кстати, очень многим нравится. И на него очень часто обращают внимание. Я его часто ношу с пальто. И вот если где-то в магазине или на улице, я прям вижу, как люди пытаются вглядеться в этого скоробея. Хотя, ну, вряд ли он похож на настоящего. Кстати, только сейчас поняла, что корона-то у меня есть еще одна. Очень люблю вот эти вот новогодние броши. Тоже, по-моему, в каком-то из видео я их вам показывала. Вот эту брошь недавно я купила для того жилета. Мастер-класс по нему я снимала на свой канал. Он уже есть. Тоже ссылку в описании оставляю. Она такая скромная, простая, на булавке. Но мне она очень нравится. С тремя таким. Два камушка и один шарик металлический. Но моя любовь номер один – это ты холодная надменная жаба. И вообще проблема соответствия мнения окружающих людей, мнению о тебе, она довольно острая, актуальная и часто довольно болезненная. Бывает, на мой взгляд. Ведь, понимаете, очень часто приходится слышать о том, что мы живем в обществе, которое навязывает нам свои стандарты и стереотипы. И понять, что не всегда нужно соответствовать этим стереотипам, бывает для некоторых довольно-таки трудно. Вот я не так давно прочитала книгу на Рене Абгарян. Называется она «Симон». Ну, давайте я вам расскажу вкратце мое впечатление об этой книге. С творчеством на Рене Абгарян я знакома давно, так же, как и многие из вас. Это хорошая, спокойная, современная русская проза, женская проза. И вот, например, в этой книге рассказывается об истории четырех женщин, живущих в провинциальном армянском городке Берт. Это уже не первое произведение на Рене Абгарян, где она описывает жизнь жителей именно этого города. Я так понимаю, это ее родной город. Четыре женщины, которые не очень были, наверное, счастливы в своей жизни, но встретили в своей жизни одного и того же мужчину в разный период времени, а может и в один период времени, потому что он был очень любвеобильный, этот Симон, невзирая на то, что у него была своя семья и, в общем-то, любимая жена и несколько детей появилось у них в этом браке. Но, тем не менее, он любил женщин, он любил делать их счастливыми. А все эти четыре дамы, они были не очень счастливы в семейной жизни, в своем замужестве. Много у них было проблем. И вот, встретившись с этим Симоном и насладившись коротким отрезком времени, отпущенным на эту их любовь, как-то они менялись, в общем, и жизнь их менялась. И, наверное, они становились счастливее. Я не могу сказать, что эта книга на меня произвела какое-то неизгладимое впечатление. Она написана вот в стиле той Норины Абгарян, к которой все привыкли. Те, кто знаком с ее прозой, вы ничего нового здесь для себя не откроете. Как обычно, красивое описание природы, очень красочный язык, спокойный в то же время, спокойная подача материала, глубоко прописанные характеры персонажей, такая сюжетная линия довольно жизненная, простая, но в то же время интересная, за которой интересно наблюдать у всех четырех. Здесь такая, знаете, я бы сказала, что это повесть, в общем-то, не роман. И в ней четыре истории, четырех женщин. И вот четыре истории, в каждой рассказывается о судьбе одной, другой, третьей, четвертой. Ну и Симон этот, естественно, там присутствует в жизни каждой. Я люблю творчество Норины Абгаряна, но для меня оно уже понятно. То есть вот я иногда думаю о том, что... Ну вот у меня есть любимые авторы, но мне бы хотелось чего-то новенького иногда от них. А с другой стороны, может быть, и не хотелось бы. Потому что вот я вам рассказывала о том, что я в начале года прочитала книгу «Тревожные люди» Фредерика Бакмана. Я тоже очень его люблю. Это норвежский писатель. И у всех на слуху его произведения. «Вторая жизнёвая» и «Бабушка Велена Клауница». Здесь была «Брит Мари». Кстати, по книге «Здесь была Брит Мари» поставлен фильм шведский. Он вышел, я даже не помню, какого он года, 20-го или 20-го, наверное. Тоже в одном из видео мне задавали вопрос о моём впечатлении об этом фильме. Мне фильм понравился. Это такой типичный шведский кинематограф. Он довольно своеобразный, но я его люблю. Шведский кинематограф. Вот такой вот... Я не люблю шведские криминальные драмы, не люблю все эти детективы шведские. Вот я это не люблю. А вот подобные фильмы очень напомнил мне фильм «Здесь была Брит Мари». Фильм «А вторая жизнь Увы». Очень похожий фильм. Так что фильм мне понравился. Если не смотрели, посмотрите. Хороший фильм. Ну, практически по книге. Практически. Но у Фредерика Бакмана есть ещё два произведения. Это «Медвежий угол» и продолжение этой истории, которая называется «Мы против вас». И вот роман «Мы против вас» я приобрела и в начале года читала. И так же, как и «Медвежий угол», мне эта книга не понравилась. Там речь идёт о подростках, в общем, о хоккейном клубе, о подростковых проблемах. И как обычно из произведения в произведение, у Бакмана вот этот вот, знаете, такой чек-лист, без которого сейчас в европейском обществе никуда. Вот не знаю, как мне это озвучить, чтобы YouTube меня не обидел, потому что у YouTube сейчас очень строгие требования к подобным вещам. В общем, я надеюсь, вы поняли, о чём я говорю. Вот всё, без чего сейчас невозможно представить толерантное европейское общество, у него там обязательно будет. Там будут истории мигрантов, там будут истории взаимоотношения нетрадиционные, скажем так. Это будет обязательно вот в каждом его произведении. И мне это уже надоело, честно, потому что это уже, я говорю, это как чек-лист вот такой, вот как обязаловка, вот как будто напоминание. Не забудьте, пожалуйста, товарищи, про вот эти вот моменты нашей новой современной жизни, которые мы обязательно должны уважать. И я вот иногда думаю, что мне и хочется, чтобы в произведениях моих любимых авторов появлялось что-то новое, чтобы они меня удивляли. А с другой стороны, думаю, а может и не надо. Ну, опять же, вспомним по наехавшую, да, у Нарине Абгарян, которую вот я читала и вам рассказывала про свои впечатления от этого произведения, и мне многие писали в комментариях, ну, что это такое. Ну, это не Нарине Абгаряна. Может быть, это была ее вот такая вот, ну, это был такой вот способ разнообразить свое литературное творчество. Это был такой эксперимент. Кстати, о чем еще хотела сказать. Недавно прочитала пост в Инстаграм о том, что для того, чтобы считаться начитанным человеком, достаточно, оказывается, сейчас прочитать пять книг в год. Всего пять книг в год, друзья мои. И мы, оказывается, становимся начитанными людьми. И опять же, возвращаясь к комментарию своей зрительницы, я знаю людей, которые читают по сто книг в год. Я уже не говорю про то, как они читают, но, возможно, по системе Z или там разные же техники есть чтения. Но для меня это просто, ну, что-то нереальное, да, что-то вот за гранью понимания. Я не знаю, как можно прочитывать одну книгу в три дня, получается, да, ну, фактически, три-четыре дня. Ну, если все время читать, то, наверное, можно. Если не вязать, например, там ничего не делать. Ну, кому-то это дается легко, но это не значит, что я должна читать сто книг в год. Правда же? Хотя кто-то читает, и вот если посмотрите на YouTube книжных блогеров, они почитают очень много, у них книги все, шкафы все забиты книгами, стеллажи. Ну, это же не значит, что мы так же должны делать. Ну, и пять книг в год, на мой взгляд, это очень мало. Но я что-то в этом году, вот как после лета, что-то очень мало стала читать. Но у меня и настроение, честно говоря, немного сейчас такое недочтение. Ну, вот с начала года я прочитала четыре книги. Фредерик Бакман «Тревожные люди», Фредерик Бакман «Мы против вас». «Тревожные люди» мне понравилось, я вам рассказывала об этой книге на своем канале. «Мы против вас» не понравилось произведение. Прочитала Михаила Живанецкого. Наслаждалась, честно. Ну, я уже тоже вам говорила, что это сатира, которая ушла навсегда. Больше такого нет и никогда не будет. Нам остается только гордиться, что мы с этим человеком жили в одно время. Смотреть его произведения в записи и читать книги. Прочитала очень, понравилась, в общем, насладилась. И вот четвертая книга Нарине Абгарян «Симон». Все, пока все. Что я хочу сказать по поводу вот еще этой книги? Значит, помимо того, что, да, Нарине Абгарян себе не изменяет здесь, и мы ее здесь видим в традиционном, привычном нашем формате, да, то есть жизненное описание, хорошие характеры, хорошо прописанные характеры, жизненные истории, описание природы, очень красочное, очень яркое все. Это простая традиционная женская проза, но вот что я хочу сказать. Все эти женщины, о которых она рассказывает в этом произведении, они жили не свою жизнь. Не свою жизнь. Да, они жили в провинциальном небольшом городке, армянском, где очень сильны традиции, где патриархальный уклад жизни, и общество такое, ну, там очень сильны связи между поколениями, там придерживаются традиции, и вот это вот понятие о том, как надо жить, женщине особенно, да, что она должна выйти замуж обязательно, в определенном возрасте, она должна родить детей, она должна заниматься хозяйством, и очень мало она должна думать о себе и о своих интересах, это, конечно же, просто красной нитью прослеживается. И, к сожалению, до сих пор в нашем обществе присутствуют вот эти навязанные стандарты, хотя я бы, наверное, называла все-таки эти стандарты стереотипами. подписанная Яна Лобковского, ну, известная, да, кто он, психолог, да, и книгу его я не читала, но ежедневно у него в Инстаграм публикуются новые какие-то посты, и я их периодически почитываю, не считая его каким-то светилом, довольно стандартный у него образ мышления, часто противоречивый, точнее, я не буду сейчас цитировать дословно, да, этот пост. Но, в общем, тема была такая, что старайтесь жить в соответствии со своими внутренними убеждениями, приоритетами и интересами. Только это ценно и только это важно. Для того, чтобы сохранить целостность своей личности, для того, чтобы не погружаться в тревожное состояние, пытаясь угодить другим людям, да, и пытаясь соответствовать их представлениям о себе, старайтесь все-таки ставить в голову угла свои интересы и свое душевное спокойствие. Однако, почитав комментарии к этой его заметке, я поняла, что очень многие люди не видят разницы между стандартами, да, общепринятыми правилами в обществе и стереотипами, которые действительно на многие навязывают. Я подумала, что, в общем-то, это беда на самом деле, да, потому что разница есть, она очевидная, и зачастую, когда люди не видят разницы и не хотят соответствовать правилам, которые приняты в обществе, а жить в обществе, быть свободным от общества, как мы знаем, нельзя, да, невозможно. Но некоторым, в общем, некоторым эта истина не открылась. Я считаю, что это катастрофа, это приведет к хаосу, потому что есть, ну, помимо того, что есть закон, да, есть какие-то правила и есть неписанные правила, которые, тем не менее, мы вынуждены соблюдать просто для того, чтобы наша жизнь не превратилась в ад. Ну, просто нужно считаться с мнением окружающих. Я уже не говорю про этику общения, да, про вежливое общение. Мне кажется, что про это мы уже скоро вообще забудем, потому что действительно, не считаясь с мнением окружающих, окружающих, люди, желая высказывать свое мнение, спрашивают их об этом или нет, забывают о том, что, ну, высказывать его нужно только тогда, когда тебя либо просят об этом, да, либо когда это уместно. А вот эти вот правдорубы, когда что думаю, что я говорю, они погубят наш мир, мне кажется, в конце концов. И вот нужно понимать разницу между стандартами, которые мы вынуждены соблюдать, живя в обществе, и стереотипами, которые нам это общество навязывает. Ну, например, хорошо, вот первое, что мне пришло на ум, да, парковка во дворе, вот, довольно актуальная. Сейчас вот у нас снег растаял, вот было очень много снега. Ну, все стараются парковать своей машиной так, чтобы не мешать проезду машин. Ну, вот у нас появилась такая дама, которая не параллельно парковала машину, да, параллельно тротуару, а перпендикулярно. Полагаю, просто у нее не получалась параллельная парковка, поэтому ей удавалось заехать только поперек. То есть, соответственно, все машинки стоят вот так вот вдоль, да, ее машина стоит вот так. То есть, нос машину у нее выдвинут на полкорпуса, и когда ты едешь по вот этой вот снежной каше или колее, пытаясь там маневрировать, и если, не дай бог, еще навстречу едет другая машина, вот эта вот перпендикулярная парковщица жалко свою машину. Ну, так вот и думаешь, хоть бы кто-нибудь, может быть, снес бы ей на какой-нибудь старенькой развалюшке бампер, и, может быть, она бы наконец-то поняла, что нужно жить по правилам, которые вот в этом обществе, в данном, не писанным правилам, они нигде не закреплены. Это просто люди так договорились между собой, так решили, что они так будут стоять машины. А может быть, до нее дойдет, да, что вот надо все-таки стоять машина так, как принято, вот здесь вот, а не так, как тебе удобно. Хотя вполне возможно, что эта дама руководствуется мнением о том, руководствуется такими взглядами, что я не хочу зависеть от мнения окружающих, в приоритете у меня свои собственные интересы, и если мне так удобно, я буду делать так и дальше. Это для примера вот необходимости, мне кажется, соблюдать стандарты, принятые в обществе. А как стереотип, ну, я не знаю. Ну, опять же, да, тебе 25, а ты до сих пор не замужем, тебе уже 25, а у тебя до сих пор нет детей, почему у вас только один ребенок, а не пятеро, как у какой-то там соседки. Опять же, возвращаясь к нашему комментарию, да, по поводу большого количества вязаных вещей, а по поводу большого количества детей у кого-то, ни у кого же не возникает мысли, что и нам так же надо. Каждый выбирает по себе. И вот в этой книге, это я к чему всю, да, вот красной нитью проходит вот эта вот необходимость бедных женщин, там действие происходит в конце 20 века, это вот так вот, это я не сказала вам, может быть, это важно. Но вот необходимость этих бедных женщин следовать стереотипам, которые навязаны им, обществом, в котором они родились, в котором они выросли и в котором они живут. возможно, если бы они не следовали этим стереотипам, возможно, если бы они позволили себе в свое время жить так, как им хотелось изначально, да, возможно, они не были бы столь несчастны в своей семейной жизни, но хотя, с другой стороны, может быть, они не встретили вот этого Симона, который сделал их все-таки счастливыми. Ну, здесь вообще основная мысль этой книги, что любовь творит чудеса. Любовь творит чудеса. Вот, ну вот это вот вкратце о навязанных нам стереотипах и о том, как важно понимать разницу между стандартами, правилами и стереотипами и не вдаваться в крайности ни там, ни там. Я, кстати, хотела попросить вас, мои дорогие зрители и подписчики моего канала, ну, соответственно, и зрители тоже, напишите мне в комментариях, какие книги вы сейчас читаете. Я что-то не знаю, что мне дальше читать. Смотрю книжных блогеров на YouTube, понимаю, что то, что они в своих видео предлагают, меня как-то пока не заинтересовывает. Может быть, вы в своих комментариях напишите мне что-то дельное. Вот я вам буду очень признательна. Ну, примерно вы мои вкусы представляете, да, что я люблю. Я не люблю очень-очень заумные книги, я не люблю. И в то же время я не люблю вот такую вот стандартную женскую прозу, как говорила моя знакомая, «Сопли в вишневом сиропе». Извините, кого там ранило чью трепетную душу, но вот такие книги я тоже не люблю. То есть традиционные женские романы мне не советуйте. Ну, а так вот, может быть, кто-то из вас там что-то сейчас читает или собирается читать, я вам буду признательно за совет. Ну, и вот, наверное, такой вот влог, ну, действительно, когда вяжешь только одно изделие, оно еще не закончено, снимать, наверное, в общем, особо не о чем. Но я думаю, что я, ну, как сказать, вы провели со мной время, и довольно-таки неплохо мы пообщались. Пишите комментарии обо всем, что вы видели и слышали сегодня в сегодняшнем видео. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok